МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире нашего телеканала программа Калитоскопка. А это значит, что сейчас вы узнаете о самых интересных и ярких событиях в культурной жизни нашего города уходящей недели. Надо сказать, эта неделя выдалась веселой и не мудрено. 1 апреля – день смеха. Ну а мы, в свою очередь, в этот день решили выяснить, любят ли рязанцы шутить и какие шутки самые популярные. Скажите, пожалуйста, как вы к 1 апреля относитесь? Очень позитивно. Никак. У меня это праздник, я... Ну, не праздник, а такой день необычный. Мне кажется, никакого значения для моей жизни не имеет. Я, ну, друзей не разыгрываю, родных не разыграю. Сегодня 1 апреля. Как вы вообще к этому дню относитесь? Нормально отношусь. Могу шутить над друзьями. Уже сегодня двух... над двумя пошутил уже. А сегодня уже кто-нибудь над вами пошутил? Нет, еще пока. Нет, еще пока. Ожидаем вечером. День розыгрышей начался с розыгрыша браузера Яндекс преимущественно. Когда я открыла поисковик, у меня по монитору начала ползать муха. Это было очень неожиданно. Ну так, в принципе, коллеги меня на работе пощадили. Ничего такого особенного не было. Разыгрывали, я разыгрывал. Постепенно к этому спокойнее стал относиться. Сегодня, да, меня погода разыграла. Вот таким образом. Снегом. А вы пока еще никого не разыгрывали? Пока что еще нет, но день не закончился. Я думаю, все впереди. А у вас нет какой-то коронной шутки, которую вы всегда применяете к друзьям, коллегам 1 апреля? Ну, в основном, друзья ко мне применяют, а не я. Я так не люблю подшучивать над друзьями. А вот из предыдущих лет не можете вспомнить какую-нибудь смешную шутку, которая удалась? Либо у вас, либо у ваших друзей. Ну, спрятали ключи от моей квартиры, друзья. И сидели, караулили, ждали, что я буду делать. Что вы делаете? Я им звонил, чтобы у них дома посидеть немножко, пока не придут родители. Тут у вас смешные? Им, да. Ага. Тоже. В школе было много веселых моментов, ты все. Кнопки положили учителям. Кроме того, что у меня там спина белая, ничего не приходит в голову. Ну что ж, как мы выяснили, противников у этого веселого дня в нашем городе практически нет. Наоборот, есть сторонники. Например, фотограф Александр Сорокин приурочил к этой дате свою веселую выставку. Фотохудожник с 50-летним стажем считает, что 1 апреля – это прекрасный повод для того, чтобы посмеяться над собой или над окружающим миром. Так что именно в этот день он решил открыть выставку фотографий, которые, с его точки зрения, смогут вызвать улыбку у посетителей муниципального культурного центра. Она называется «Это круто». Но объясню, что такое «Это круто», там вот потом посмотрите. Как-то давно тоже было. Кто-то что-то сказал? Круто, круто. А я стоял около бильярдного стола. Ну, что-то прям на следующий день пошел, купил яиц, две сеточки. Пришел на этот спортивный зал, выложил эти яйца, сколько там поместилось, я уже сейчас не помню. Но там что-то больше трех десяточков получилось. И знал, что там в одном месте стоит гнутый лом. Ну, пошел, ну, к другу, к токарю, говорю, Татьяна, можно загнуть? Он мне еще там загнул эти загибы. Ну, и вот положил на этот бильярдный стол, ну, назвал тогда «Это круто». Все работы Александра Сорокина отличаются большой оригинальностью. Сам фотограф утверждает, что идея ему подбрасывает сама жизнь. Под его чутким руководством буханка хлеба превращается в необычное существо с большими глазами. Вилки и лужки – живописный букет, а овощи становятся героями маленьких сценок. Иногда приходишь в магазин, в овощной, скажем, или в какой-нибудь продовольственной, а там имбирь продается. Вот уж колондайка для творчества. Там вот посмотрите, зайдите и покрутите каждую имбирину. Там такие завитухи, такие можно простроить. Ну, очень тоже нравится там. И картошки там можно найти. Особенность и деревенская, своя картошка там чуднейшая. И морковь тоже, чуднейшую форму можно найти. Ну, как их не снимать там. Приходится мучиться с ними, потом показывать. Правда, на этой выставке преобладают не овощи, а веселые истории из жизни. Забавные названия, нелепые надписи и милые животные. А эта фотография была где-то на Кулбане, тоже еще давно. И родственник дяди моей жены, у него поросенок, он его каждый день мыл, каждый день чистил. И тут-то получилось так, что, ну как, выглянул, в окошечко щелкнул. А потом в МКЦ, ой, во дворце нефтяников у меня дети там занимались, маленькие еще были. И я, что, давайте, я говорю, вам выставочку повешу там между входами в зал. Ну, давайте. Я им повесил. Это была одна из этих фотографий. И после окончания выставки уже пришел директор Николай Викторович, Николай Викторович, полетенок, и что-то ему понравилось. Попросил через секретаря, ну и ему подарил. А с тех пор у него началась его коллекция с минеем. Александр Сорокин большой любитель посмеяться и посмешить других. Так что к первому апреля он относится более чем положительно. Я бы еще какой-нибудь день обязательно сделал такой, чтобы народ мог отвязаться от своих обычных этих проблем, от каких-то задач, зарабатывания денег. Ну, да надо веселиться, надо. Все же смех и улыбка, она продлевает их жизнь. Мне кажется, может, я не прав, но врачи поддерживают. Кстати, последние исследования выявили, что во время смеха у человека двигается около 80 мышц. Так что смех является своеобразным массажем для всего тела. Кроме того, уже давно известно, что во время смеха выделяется гормон счастья, повышающий иммунитет. Так что приходите на выставку Александра Сорокина. Его работы не только поднимут вам настроение, но и прибавят жизненных сил. Выставку, которая открылась в Рязанском Кремле, мы тоже посчитали весьма забавной. Ведь некоторые предметы обихода, которые использовались на рубеже 19-20 веков, сегодня вызывают не только живой интерес, но и заставляют улыбнуться. Наборы для рукоделия, изящные шляпки, сумочки, зонтики. Сегодня, так же, как и столетия назад, мы смело можем назвать дамскими штучками. О том, какими они были на рубеже 19-20 веков, сегодня рязанцам могут рассказать экспонаты, собранные коллекционером Татьяной Макеевой. Интерес к подобного рода предметам возник у нее в связи с желанием узнать как можно больше о жизни своей прабабушки. Она была врач, получила образование за границей, и была очень такой женщиной особенной. В то время хотела быть самостоятельной, хотела иметь, несмотря на то, что не нуждалась в средствах, но хотела все делать сама, зарабатывать, жить, как-то так, как интересно. И поехала за границу, получила образование, стала хирургом, работала в Петербурге, в женской больнице. Потом интерес коллекционера расширился. Татьяне стало любопытно, как формировалось отношение к жизни у женщин на рубеже веков. И ответить на этот вопрос она попыталась с помощью своей коллекции. Мне было интересно просто понять этот мир, этот срез времени. Вот это я могу сказать, что это как срез времени определенный. Именно вот женский взгляд на то время в этих предметах, штучках. Некоторые из этих предметов достались Татьяне Андреевне от прабабушки. Большинство из них связаны с профессией врача. Другие же экспонаты были приобретены в Москве и за рубежом. Среди них предметы знакомые и понятные современным барышням. Веера, комплекты одежды на разные случаи жизни, подвязки и косметические наборы. А также вещицы, о назначении которых можно только догадываться. Попробуй разберить, для чего нашим прабабушкам могло бы понадобиться вот такое зеркало на длинной ножке. Это в театре, допустим, дама хотела бы посмотреть, что происходит за ее спиной. Там, допустим, где находится ее поклонник, с кем он там разговаривает или флиртует. Набор серебряных крючков также вызывает массу вопросов. Крючочек – это было необходимо для того, чтобы затягивать корсет. Или же затягивать ботиночки. Они были достаточно высокие, и нужно было их, конечно, шнуровать. Это требовало времени и сноровки. Чтобы это делалось, был такой вот крючочек. Все на этой выставке необычно и притягательно, особенно для женщин. Здесь можно увидеть купальный костюм и переносной душ, изысканные наборы для письма, старинные пластинки, игры и даже куклы. После военной какая-то такая мода появилась украшать свои гостиные вот такими куклами крупными, большими. Это крупные куклы, до 70 сантиметров, до метра доходило. Вот такие вот они сидели, как прям настоящие дамы, в креслах, диванах, подушках. Ну вот в них не играли. Между прочим, личико – это папье-маше сверху с шелком обтянутый. Поэтому всегда носик бедненький, он страдает прежде всего. Ну вот она такая раскрашенная, красивая, вся такая дама. Не обошли стороной мужчин. Целая витрина заполнена забавными приспособлениями, среди которых есть даже чашка для мужчин с усами. В ней предусмотрен внутренний щиток для их защиты от влаги и пара. Ведь усы укладывали воском, который мог расплавиться и испортить внешний вид. Кто знает, может быть, те вещи, которые мы используем в быту сегодня, через сотню лет также будут вызывать улыбку у наших потомков. Ну а пока было бы неплохо окунуться в мир ушедшей эпохи. Выставка «Дамские штучки» будет работать в Рязанском Кремле до 23 апреля. Ну а в Центре народного творчества вы сможете познакомиться с работами рязанской мастерицы. На этот раз наши зрители предстанут вышивки и изделия из бисера. Персональная выставка мастерицы из Рязани Елены Алтобасовой проводится в рамках цикла мероприятий «Мастера Рязанщины», организованных областным научно-методическим центром народного творчества. Мастера живописи, фотохудожники, рукодельники будут представлять в залах ЦНТ свои работы в течение всего года. Еще будет одна большая выставка, именно областная, где будут участвовать мастера со всех районов нашей области. Будет она называться «Все, что при лестнице надо». Там будут аксессуары, детали костюма, украшения. Все, что связано с тем, что нам, женщинам, очень мило, близко и понятно. Работы будут представлены в различных техниках, там ограничений нет. То есть любые виды декоративно-прикладного искусства, вышивка, ткачество, бисероплетение, изделия из бумаги, из кожи, ювелирные какие-то изделия. Уже были даже у нас такие прецеденты, что даже ювелирные украшения серебра были представлены авторами нашими, рязанскими. Выставка будет достаточно интересная. Будет она проходить в сентябре месяце, когда все уже наполнившись теплом лета вернутся с отдыха и будут радовать нас замечательными своими изделиями в стенах Центра народного творчества. И рождается чудо – экспозиция, на которой можно увидеть вышивку и изделия из бисера. Четвертое в череде мероприятий цикла. Елена Алтабасова, автор представленных работ, всю жизнь посвятила рукоделию. И ныне передает секреты своего мастерства, обучая юных мастериц. Сама Елена Юрьевна, она является в данный момент преподавателем филиала Высшей школы народных искусств. Вот преподает там как раз технику вышивки. Ну, что интересного можно сказать об этом мастере, об этом авторе? Дело в том, что она сама является ученицей Елены Валентиновны Колодкиной. Это наша замечательная художница, которая предыдущая выставка как раз была и посвящена Перу волшебной птице. И вот как бы оно продолжает свою логическую цепочку. Там были как раз работы с самой Еленой Алтабасовой. И сейчас у нас ее именно персональная выставка. В течение последних десяти лет Елена Алтабасова успешно сочетает творческую и педагогическую деятельность. На счету художницы призовые места на фестивале конкурса традиционного народного творчества «Есенинская Русь». Участие в художественных мероприятиях и персональные выставки. На ней представлены работы в технике вышивки, бисероплетения и несколько изделий текстильной куклы. В экспозицию «И рождается чудо» вошли более 80 работ в технике вышивки и бисероплетения. Куклы-обереги, скатерти, комплекты из столешницы, салфеток, дорожки, современные украшения из бисера и выполненные по старинным образцам. Персональная выставка Елены Алтабасовой продлится до 30 апреля. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в Калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин